Тотальная проверка. В агентстве по предотвращению коррупции уже изучили декларации более 200 чиновников. Интересовались имуществом, которое государственные топ-менеджеры приобрели в 15-16 годах. Нашли ли нарушения, разбирались наши корреспонденты. В НАПК с просьбой проверить украинских чиновников журналисты обращались не один месяц. Зарегистрировали около 380 заявлений. Но вот писать обращение оказалось гораздо проще, нежели изучить нажитое. Проверять всех оперативно антикоррупционерам пока не удается. История с электронными декларациями начинает напоминать 300-серийную мексиканскую или бразильскую мыльную оперу. Но один вопрос. Неужели изначально не было понятно, что тем количеством сотрудников Национального агентства противодействия коррупции можно проверить лишь несколько сот деклараций, но даже не тысячи, не десятки тысяч. Среди этих десятков тысяч деклараций министров. Проверили почти всех. Грубых нарушений пока не нашли. Но нестыковки уже были. Кроме выявленных несоответствий в документе министра обороны полторака, чего только стоит история с имуществом главы МВД Арсена Авакова. В его декларации за 2015-й еще числится земельный участок в Италии. Но через год на дел странным образом исчез из налоговых отчетов. Судя по документам, министру и его родственникам пришлось довольствоваться малым. У чиновника остались две квартиры в Харькове, квартира в Чугуеве и земельный участок. Но не в Италии, а в том же Чугуевском районе. Дело в том, что это нормальная практика наших чиновников. Теперь, очевидно, вокруг этого будет развиваться целая индустрия родственников, тяжелобольных, страдающих деменцией пожилых людей, на которых будет переписываться. Заметят ли несоответствие в отчете главы МВД, антикоррупционеры остается лишь догадываться. Но пока не один. Топ-чиновник в Украине не пострадал после проверки электронных деклараций. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности и телеканал Интер.